ДИАЛОГОВАЯ ПЛЯЦОВКИ Система ховы здоровья готовая до уздыму захворвания на коронавирус. Прихожая, зручная, безпечная. У Гомелі уладковують новое место семейных отпочинков. А зараз обгеты меньшим больше подробязна. У Гомелі протягивают работу диалоговые пляцовки. Сёння тут обмерковывали шляхи повышения роли органов мясового керавання и самокеравання. Причым для реализации некоторых пропанов спотребится уносить коррективы в Конституцию Республики Беларусь. И ответные законодавчие акты. Подробязности в материале наших корреспондентов. Сами удельники диалоговые пляцовки окресливают тему, якая разглядается, як вельми важную. Размова саправдэдзе об питании, якое мае непосредное дочинение до кожного жахара краины. Менавіта на мясовом узровню сёння примаються решения, які отыщаться конкретной тарыторией. Інша справа, што часам органы улады ці просто не поспеваюць за сучасными реалями. Ці не маюць махчымасті адекватна реагаваць на іх. «Ми живем в быстроизменяючемся мире. Це мир інформаційних технологій, з однієї, з іншої, з іншої, це мир глобальних вызовів. І в цих умовах дуже важливо, щоб ті проблеми, які відникають, решалися тож быстро. А це можна зробити, коли у містних органів, у містних органів самоуправління, управління, у містних сообществ є определенні ресурси, є можливості. І тому, що такі діалогові площадки по тематі повищення ролі містного управління і самоуправління, вони направлені, прежде всего, на те, щоб делегірувати полномочия, щоб перераспреділяти власть і делегірувати полномочия непосредственно на містному уровні, для того, щоб фокус по прийнятию рішення сміщався на містне сообщество, на органи містного управління і самоуправління». Выказаць свае погляды на пытання реформування мясовых органів улады запрасіли прастаўніку структур дзержавнага керавання, депутатов ўсіх узровню, громадскіх аб'яднаніў політичных парты і територіальніх органів самокеравання. Сарадахучыных пропанова абскасавання сельських і пасялковых саветаў. Справа ў тым, што сёня старшыні саветаў сумішаюць гэтую пасаду з паўнамоцтвамі керувніка мясовага выканавчага камітета. На першій пасаді яны приймаўць рашэнні, на другой сами ж их виконуюць. Калі функцію савету перадаць територіальнім органам самокеравання, выражать мясові проблеми можна буде більш эффективна. Наше предложение, вот наша група, которая работала над этим вопросом, предложение сельсьполкома перевести в разряд администрацій, территоріальніх администрацій, а полномочия советів депутатов первичного уровня передаць територіальні органам самоуправління, которые, в принципе, сейчас організуються стихийно, из наиболее активных граждан. В нашем понимании, если мы территоріальнім органам самоуправління дадім больше полномочий, то они будут совершенно по-другому и себя ставить, и к ним отношение населення будет другое. Разам з тим усе розуміють, для реформування системы мясовага керавання і самокеравання необходно створить систему подрихтовки специалистов. Яны повинны будуть володыть технологіями фінансовага менеджменту, керавання персоналам, протягнення інвестицій для життявлення мясовых проєктов. Здесь не просто акумулируються какие-то вопросы, которые вносяться заинтересованными гражданами, может быть, представителями організаций, но и вырабатываються определенные предложения, самые востребованные из которых будут обсуждаться в том числе и на Всебелорусском народном собрании и, безусловно, не останутся без внимания и на местном, и на государственном уровне. Система оховы здоровья Гомельщины подрихтована до другой хвали коронавірусу. Проверана необходная обсталявання, створены достатковый запас сродков обороны для медицинского персоналу. Про это поведомили ухалованным управлением оховы здоровья Гомельського обловы канкама. С першой хвалей пандемии наши медики справились годно, не глядячи на то, что захворвання было абсолютно новым и невядомым. За этот час Министерство оховы здоровья выпрацывало клиничные протоколы и алгоритмы работы с хворыми на COVID-19. После окончания первой волны коронавірусной инфекции в Гомельской области система здравоохранения получила время на передышку. Благодаря этому времени мы устранили те недостатки, которые были в системе здравоохранения. Коечного фонда достаточно. Мы своевременно при необходимости перераспределяем коечный фонд, перепрофилируем для того, чтобы своевременно оказывать помощь пациентам с коронавірусной инфекцией. И всегда у нас имеется запас необходимого коечного фонда. В дополнительной системе здравоохранения подготовлен запас средств индивидуальной защиты. По номинованиям от полтора до трех месяцев подготовлен запас лекарственных средств, которые созданы в системе здравоохранения в Гомельской области не менее двухмесячного запаса. Дополнительно прошла учеба медицинских работников, которые участвовали в оказании медицинской помощи пациентов. Ложковый фонд у стационарах в Гомельской области складывает практически 14,5 тысяч мест. При этом при первой хвале была задейничана только четверть. В регионе амаль по тысячам аппаратов штучной вентиляции легких из выше 1700 кислородных кропок. В опыт работы с хворыми на коронавирус мают 60% урачов и 86% среднего медперсоналу. Зараз специалисты закликают людей не гублять пильность, беракчи себе и радея наведывать массовые мероприемства. Обовязково заховывать социальное дистанцирование, корыстаться масками и дезинфицирующими сродками. Гэтая меры дозволят позбегнуть резкого повышения нагрузки на медустановы. У системе адукации меры по профилактице расповсюдживания COVID-19 стали обовязковыми. Специалисты Центра гигиены проверяют, как они выполняются на сам речь. У навучальной установы яны приходят без попередживания. Сегодня до мониторинга 21-й школы долучились и наши корреспонденты. Здравствуйте. Здравствуйте. Ручки обработайте, пожалуйста. Он бесконтактный, да? Да, он бесконтактный у нас. Потом вымерение температуры и только тогда можно пройти про стурникет. Маски для детей не обовязковые. Им требует только опрацовывать руки, а вахтеру проверить у школьников температуру. Вы сейчас обрабатывали руки, а зачем? Чтобы не заразиться, чтобы не болеть, чтобы не заболеть коронавирусом. Чтобы не было на руках микробов и чтобы они были чистые. А вот дорослых без маски в школу не пропустят. Наставники корыстаться ими не забывают. Да и батьки худко выучили простое правило. В этой школе, кажутся у администрации, подчас первой хвали никто на коронавирус не захворил. Ни учени, ни педагоги. Зараз на больничных, каля 10% у детей, а ля ковид ни у кого не подтверждены. Наставники ж усе на працонных местах. Администрации педагоги робят усе махчимое, каб хвороба у школу не пройшла. Справа еще и за батьками. Никого не сдевит ситуация, каля у школу яны приводят напал хворое дитя. Кажут, что гэта легкая покашливание – тенасмарк. Есть такие ситуации, когда родители не обращают внимания на незначительные признаки ОРВИ, такие как сухой кашель, допустим, или у ребенка болит горло, голова болит, ребенок жалуется. Мы тогда, конечно же, с помощью нашей медсестры обязательно проводим термометрию и звоним родителям на работу домой, просим ребенка забрать. У классов по махчимости в ушне рассаживают долей один от одного. Может, детям такое разъединение и недосподобы, али социальное дистанцирование – способ заховать их здоровье. Так само керамниство купило рециркуляторы и худко установить у колидорах, столовой и фойе. Прежде всего, это, как было видно в этой школе, это проведено дистанцирование учащихся. Второе – это за каждым классом закоплен кабинет. Следующее – усилен дезрежим с применением дезинфицирующих средств вирулицидного свойства, чтобы убить этот вирус. Следующее – это мероприятия по термометрии как учащихся, так и сотрудников, чтобы не допустить заболевших в учреждении. Что вы замечаете в других школах? Может быть, есть еще какие-то недочеты, которые нужно устранять? Ну, к сожалению, конечно, бывают и нарушения. Например, такие встречаются замечания, как не проводится проветривание, причем в хорошую погоду не открываются промоги. Или, например, не всеми учителями предпринимаются меры по прогулкам, по организации прогулок или выхода из кабинета в рекреации для того, чтобы провести то же самое проветривание. Иногда, бывает, нарушают дезрежим, не выдерживается время экспозиции этого дезинфицирующего средства. Ну и, как правило, конечно, по рекомендациям госаназора стараются исправить, чтобы все в школе было хорошо. Как означает Сусветная организация охоты здоровья, подлетки и дорослые больше схильны до захворывания на COVID-19, чем дети во взрослении до 10-х годов. Большисть у всех выпадков заражения подтверждают, что маленькие хлопчики-девчинки заражаются минавито после контакта с инфицированными дорослыми. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, Телера, ДО, компания «Гомель». Погутареця б высоким и надзённым. Сегодня Гомельскую областную библиотеку имя Ленина наведали старшиня союза письменника у Беларуси Миколай Чаргенец и народный артист Эдуард Ханок. Гоноровые гости не только ознайомились с работой установы, но и обмерковали широк актуальных вопросов с работниками культуры. Подробности в следующем сюжете. Визит у Головную библиотеку региона немагчимы без знайомства з яго жамчужинами. Одна з іх – мемориальная зала Андрея Макайонка. Музей сабрав уникальные экспонаты, які целком адлюстровують житцовый шлях народного письменника, даречи, нашага земляка. Миколай Чаргенца многая звязывала со славутым драматургам. Для минского письменника попауніть экспозицию музея уласными фото з Макайонком – саправдный гонор. Областная библиотека уразила гоноровых гостей. Йе насыщенность і шматгранність не може покинуться Баяковым. Взнаєте, я в своє время, где-то в 70-х годах, із Гомеля вообще не вылізав. Но почему-то ни разу не був в библиотекі. Поэтому я сьогодні восхищен этой библиотекой, особливо декором її, понимаєте. Поэтому я счастлив. Поэтому, конечно, спасибо огромное Николаю Івану Чаргенцу, который взял меня с собой в поездку і заодно, видите, познакомився с прекрасным музеем. Я, кажется, я не знал, що Макайонок здешній, о том, що у нього є меморіальний зал. Я так чувствую, що здесь работа ідет мощная. Візит Миколая Чаргенца і Эдуарда Ханка у Гомель довга чаканы для библиотекарів і літераторов. Для діячого культуры – так сама. Гэта нагода пагутарать з людьми об шымсті важным. Не толькі об справах у сферы культуры і мастацтва, але і об унутропалітичной ситуации в Україні. Для члена Совета Республики національного сходу Республіки Беларусь Миколая Чаргенца гэта тема особлива важная. Я просто об'язан, як представитель групи президента, остановиться на обстановці сьогоднішнього дня. С людьми надо разговарювати, надо их слушати, надо разясняти. Надо, ну, наверно, поставити вопрос улучшений работы с молодежью. Мы уже видим это. Миколай Чаргенец отзначил, союз письменников Беларуси нацелены на шматгранное супрацовництво с Гомельской областной бібліотекой. Гэта будзе тычыцца не толькі музея Андрея Макайонка, але і інших на прамках у дзейності установы. Миколай Скинціян, Валіра Гапанько, телерадуя компанія Гомель. Зробіць роботу доброохвотных народных дружын трэба неформальнай. Аб гэтым заявів президент Беларусі Александр Лукашэнка. Дружыннікам не трэба абараняць країну. Гэта зробіць правахоўнікі. Няхай абірахаюць спакой побач со своімі дамамі і установамі. Важна, каб кожны чалавек очоў, што ён абараняець сваю сям'ю і сваю зямлю, адзначу президент. Неабходна наладзіць такуў роботу і ў регіонах. Так, учорам мы здымалі дружыну, якая дзейнічая у ГДУ імя Франциска Скарыны. Сёння спыталі абстварэнні доброхвотных аб'яднанняў ў кераўніства обласного управління спорту і туризму. У составі спортывных дружын зараз каля пятидесяці чалавек. Їх колькасть расте. Пакуль гэта трэнеры і выкладчики худка да іх долучатся і спортсмены. Яны будуть патруляваць месцы масавага знаходжаня людзей в уліцы, тэрриторы і побач со своімі навучальными установамі, інтернаты. Работа в добровольной народной дружыні предполагаўт сваўу рода обіспечення безапасності, правопорядка, разъяснення норм права, в том числе гражданам, совместно с сотрудниками правоохранительных органов. Универсальнае поле для командных гульняў, дзетячых ародок, пляцовка для воркаута і трэнажерная зона. У советскім районі Гомеля створаюць новую мультиспартывную пляцовку. Ворота с баскетбольными щитами, волейбольные стойки. І будуть зона отдыха для мамочек, для папочек, для дедушек, бабушек, скамеечки, беседочки. Все конструкции ўже закуплены, изготавливаюцца. После поставки, пасле окончания земных работ и поставки этих конструкций, начинай монтаж. Зараз ідуць зямельные работы. Наступный этап – кладка гумовой пліткі. Спеціальне покрыцё, збиража матраў спорту, ад травміровання. Дарэчы перших наведвальнікаў пляцовка приме ўжо ў канцы гэтага года. Невелікі намаганні і трохі фантазі дадалі функціональності яшчы адной грацкой зоні. Старый фонтан ў Гумельскім парку фістывальны перабсталявалі паддзіцячую пляцовку. Чашу ператварылі ў Велікую пясочніцу з гульнявым комплексам. Реанімоваць старый фонтан было, нажаль, немагчыма. Рачны пясок привезли мясцовые будпродприемствы, а гульнявое обсталявання, горкі і орелі набыли мясцовые жахары за сродкі ад суботніка. До проєкта так само подключыліся і приватні предприемальнікі. Привезли піломатериалы для новых лавок. Деткам нравится, дочка качаўся, лазаў, горкі і так далі. Нравіцца то, що появился второй комплекс для дзісей помладше, потому что у нас их два, второго там возле кафешкі. Замечательна штука. Очень хороше место. Давно уже надо было что-то придумать с этим фонтаном, потому что, действительна, если его нельзя было отреконструировать, то вполне прекрасное решение. В целом, правильно для развития, для молодых семей что-то делается в нашій стране. Для зрушності і безпекі дзяті зроблены драулянные масткі, а яшчэ пляцзуку обсталюць декоративна іллюминація, яка будзе нагадуваць зорная неба. Гэта і атак сама іншая новіна, інформацію об праектах телерадоакампании Гомель ви можете знайсти на нашім сайте у інтернете по адресі www.tvrghomil.by Нахайтым, випуск завершений. Доброго вам вечера і до нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Сгорел кабінет. Данные действия квалифицированы по статье «Акт терроризма». Поиск причастных к преступлению людей продолжаются. В Брагине на улице Октябрьской причиной возгорания автомобиля мог стать поджог. ЧП произошло накануне в три часа дня. Форд Мондео 1998 года выпуска самостоятельно потушили очевидцы. В результате пожара поврежден моторный отсек і лобове стекло автомобиля. Хозяин не пострадал. Проверку проводят компетентные органы. Накануне в Гомеле женщина-водитель на «Лексусе» сбила 10-летнего мальчика. Как сообщили в ГАИ, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте в непосредственной близости от приближающегося транспорта. Женщина на кроссовере двигалась со стороны улицы Огаренко по направлению к улице Петрусябровки. По ее словам, мальчик выбежал внезапно. Наезд был зафиксирован в 17.50. Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы. ГАИ просит автомобилистов проявлять повышенное внимание на дорогах в темное время суток. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела об убийстве 53-летнего жителя агрогородка Лясковичи Петриковского района. Двое знакомых погибшего устроили для него настоящий ад. Заранее спланировали убийство и довели начатое до конца. У фигурантов уголовного дела двух мужчин 30-40-летнего возраста имелись давние обиды на свою жертву. Одного из них неприятель раньше избил, а другом распространял некорректные слухи. В общем, парочка решила расквитаться. В мае 2020-го, находясь в подпитии, они пришли к мужчине в гости, выманили его во двор, избили, а затем обманным путем отвели на окраину агрогородка и утопили в милиаративном канале. Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, такова квалификация преступления. Дело находится в суде. Под Жлобином в Днепре утонул 45-летний рыбак. Об инциденте стало известно благодаря сообщению очевидцев, которые рассказали, что посреди реки длительное время на якоре стоит надувная лодка, а хозяина не видно. Водолазы Освода вели поиски на протяжении трех часов. В итоге тело рыбака было найдено на 9-метровой глубине в 300 метрах от места утопления вниз по течению реки. Предполагается, что он просто выпал из плавательного средства, а так как спасательный жилет находился не на нем, а в лодке. Мужчина утонул. Ведется расследование. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Анна Карачук. Здравствуйте. Энергия вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу. Гомельские волейболисты нанесли повторное поражение Минскому Мопиду. Матч, который состоялся на паркете спорткомплекса «Локомотив», завершился уверенной победой хозяев. 3-0. Самым результативным в стане гомельчан стал доигровщик Вячеслав Череповец, набравший 9 очков. Напомним, первый поединок между командами также завершился победой «Энергии» со счетом 3-0. Таким образом, одержав две победы, «Энергия» попала в финал четырех в третий раз подряд. Три воспитанника хоккейного клуба «Гомель» сыграют в Кубке президентского спортивного клуба. Соревнования пройдут с 5 по 7 ноября на льду Минской арены. Турнир, к слову, станет единственным с участием белорусских сборных во время предстоящей международной паузы. В нем сыграют 4 команды. Сборные нашей страны до 17 и 18 лет, а также юноши из России до 16 и 17 лет. В самой старшей команде на этом кубке сыграют защитники Никита Жигарев и Никита Стасенко. А в состав сборной до 17 лет вошел еще один воспитанник «Гомеля» Иван Шатила. В ближайшую субботу футбольный клуб «Гомель» проведет последний домашний матч чемпионата. На данный момент зелено-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице, а соперник Ашмяны ПГУФК девятую позицию. Начало поединка в 16.00. Еще один представитель областного центра «Локомотив» сыграется с «Моргонью». Стартовый свисток прозвучит в 14.30. А вот лидер первенства «Речицкий спутник» ближайший тур пропустит. Матч с Оршей перенесен на 18 ноября. Изменения в расписании коснулись и чемпионата страны по гандболу. В связи с уходом на карантин женской команды «Гомеля» перенесены ближайшие три матча. Поединок с Бенту «Белас» с 31 октября на более поздний срок. Со звездой гомельчанки встретятся 11 ноября вместо заявленного ранее 4-го. Также на неделю сдвинулась игра с «РГООР» сборная 2004 года. Она состоится 14 ноября. Завтра в «Гомеля» стартует первенство области по карате. В соревнованиях будут принимать участие около 260 спортсменов. Они разделены на четыре возрастные группы. Выявлять сильнейших будут на протяжении двух дней. Поединки пройдут в областном центре Олимпийского резерва по легкой атлетике. А на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомила Анна Корольчук. Оставайтесь на «Беларусь-4».